Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома. Вы совершенно правы, потому что это первый случай, когда министр меняет партии долгое время до выборов. Потому что такое мы видели, что перед самыми выборами, в списке министр избран с одной партии, потом кандидат от другой партии. Но это всегда уже предвыборная история, это уже совсем другая ситуация. Сейчас до выборов полтора года, и министр мигрирует с одной партии в другую, и тут начинается вся передряга, а что же делать с этим постом? Да, вот тоже интересно. Вполне возможно, что господин Виттенберг, наверное, будучи не очень опытным политиком, может быть, не предвидел все последствия. Но ведь та партия, в которую он перешел, их никак нельзя назвать новичками. Уж Райвис Зинтер сейчас уже обрел довольно большой политический опыт. Неужели и лидеры ТБ в Весу-Латвии не предвидели, что будет нарушен баланс в правительстве? Притом в результате недовольны будут все, не только КПВ и ЛВ, как бы пострадавшая сторона, но те же новые консерваторы, которые говорят, подождите, подождите. Мы вроде бы имеем больше мандатов в Сейме, мы самая крупная теперь из правящих фракций. И вдруг у нас столько же количества голосов в правительстве, сколько и у ТБ в Весу-Латвии. Я думаю, с точки зрения национального объединения, я думаю, что быстрее всего тут был вопрос о борьбе не за господина Виттенбергса, как политика, который мог бы дать им дополнительные очки в предвыборное время, а за пост министра экономики, который дает дополнительную власть и очки во время предвыборной кампании. И я думаю, что это был все-таки с одной стороны просчитанный ход, но я думаю, то, что они недорассчитали, это то, что будет вот такой раскол и развалится КПВ-фракция, и что это будет влиять на правительство настолько мощное. Я думаю, они предвидели новую консервативную партию, быстрее всего они знали, видели их и ожидали их агрессивную реакцию. Но то, что начнется такой передел, я думаю, это они все-таки осознанно не шли на такой глубокий правительственный кризис. Да. Можно ли сказать, что здесь где-то ошибся и Каринч, который почему-то решил, видимо, что проблема сама рассосется, я возьму паузу, пускай как-то там КПВ-ЛВ с национальным объединением само как-то решает свои разногласия, я буду как бы над схваткой, посмотрю, чем это закончится. Может быть, все-таки он опоздал, запоздал с реакцией? Ну, я думаю, что нет. С одной стороны, нет. Конечно, тут было несколько шагов, которые, я считаю, были с его стороны правильно разыграны. Он взял паузу, чтобы они между собой разобрались. Они разобрались, кстати, и договорились между собой, и там не было проблем. Во время этой паузы, если мы видим и следим за риторикой новой консервативной партии, ей что-то было пообещано. Потому что они тоже заявили уже, по-моему, или в пятницу, или в понедельник, что они тоже согласны с этим всем. Ну, что все нормально. Правительство должно дальше работать. Но то, что, я думаю, недосчитал господин Карридж, это достаточно, я думаю, неожиданная самоубийственная, политически самоубийственная реакция фракции КПВ. Потому что он, я думаю, считал так, что вот те министры, которые есть в правительстве, они сделают все, чтобы фракция проголосовала. Виттенбергс остается, они все остаются на своих постах. И потому он вышел с этим жестким заявлением, что вот фракция должна принять решение. Если фракция решает, что она отзывает, ну, тогда он отзывает. Я думаю, вот это была главная его ошибка. Вот этот расчет, что они разумно просчитают свои варианты и свои возможности и поймут, что лучше им Виттенбергс. Может быть, они его потеряют, они там сохраняют место парламентского секретаря. Но, в общем, они сохраняют еще два места в министра и еще места в комиссиях, достаточно высокие в парламенте. Короче, они все равно для своей слабости имеют хорошие позиции. Но вот КПВ, со своей стороны, фракция считает по-другому, что они имеют больше ресурсов, что они могут побороться и тягаться силами с опытным национальным объединением и большим, по сравнению, сравнительно ЕКП. Ну, посмотрим, как это им удастся. Но они сами в тот момент, когда они проголосовали за отзыв Виттенбергса, они сделали все, чтобы сами развалиться. Потому что там было сразу ясно, что они будут разваливаться и будут раскалываться, и каждый пойдет в свою сторону. Можно ли сказать, что в какой-то степени открыт сейчас ящик Пандоры и начнется новое перераспределение постов правительства? Потому что мы видим заявление Рависа Дзинтерса, который сказал, подождите, мы не собираемся отказываться от поста министра экономик. Пускай не будет Виттенбергс, пускай будет кто-то другой, но наш. Однозначно, да. Я даже сказал бы так, что этот ящик, он так медленно, но открывается. Он не сразу его открыли, началось все вокруг Виттенбергса, но я думаю, что аппетиты и амбиции, они только растут. Я думаю, если вначале говорили о Виттенбергсе, вчера уже начали говорить о Министерстве благосостояния. Я совершенно уверен, что на столе Министерства внутренних дел. И там дальше можно уже посмотреть, а может быть еще что-то надо кому-то поменять или что-то переделить. Но самое главное, чтобы то, что начались переговоры о коллекционном договоре, о полном переработке этого договора, это означает, что практически предыдущие договоренности, они аннулируются и все начинается практически с нуля. Ну только местный премьер-министр не на столе переговоров. Ну и тут же, опять же, в каком-то пылу между борьбой они могут и прийти к тому, что, а может быть, давайте премьера тоже поменять. Да, вот такой еще, может быть, аспект. Вы уже сказали, что раскололась фракция КПВЛВ. Нет такого, не знаю, ощущения или такого прогноза, что теперь та группа, которая проголосовала за отставку Виттенбергса, вообще окажется вне коалиции, останется в оппозиции, а вот та группа, которая создала, ну, свое вот такое объединение, да, там из четырех депутатов, я думаю, к ней сейчас присоединится господин Виттенбергс, там еще Закатиста, вот уже шесть человек, если не ошибаюсь. Вот они и будут поддерживать коалицию. Не, ну я думаю, что Виттенбергс присоединится к фракции национального объединения. Да, да, ну он все равно будет голосовать за правительство, условно говоря, да. Я думаю, что да, но опять же, это будет зависеть от того, что они будут иметь от этого нового договора. И тут всегда будет вопрос, сколько же реально стоят эти пять мандатов? Стоит ли это целого портфеля министра или какого портфеля министра они стоят? Так что это все время будут вопросы. Самое главное, что они, если мы смотрим, они-то были 16 мандатов, они были второй крупнейший, то есть они были на одном уровне с ЕКП, когда заключался этот договор. Но теперь они пять мандатов, но это такая заплатка. Я думаю, там, может быть, не стоит целого поста министра, а может быть, несколько постов парламентских секретарей. Это уже как договориться. Я скажу так, что они не слишком опытные в введении переговоров и принятии быстрых и разумных решений. Это мы видим по голосованию по Виттенбергу. Да, что касается вообще ситуации с правительством, вчера в нашем эфире, я понимаю, что он представитель оппозиции, так он должен говорить, но Дидзи Шмидт сказал, что правительство существует де юре, де факто, как бы не очень. И даже неспособность принять теряные решения. Мы помним, совсем недавно господин Павлец пригрозил, ну, сейчас мы рассмотрим вариант Д+, ну, то есть локдаун. Да, в результате вчера даже такое слово не было произнесено на заседании правительства. Да. Нет, ну, я думаю, что тут можно согласиться. Да, Юре, есть правительство, но то, что начались полнокровные переговоры о коалиционном договоре, это де факто правительство, знаете как, если бы это правительство пало бы, ну, было бы высказано недоверие или премьер-министр ушел бы в отставку, оно бы тоже работало до того момента, пока было бы утверждено новое правительство. Ну, здесь у нас немножко другая ситуация, это правительство как бы в такой ситуации, что оно работает как бы с мандатом парламентским, но это все равно оно очень похоже на это павшее правительство, и пока не будет нового голосования по министрам в парламенте, что есть определенного рода голосование доверия правительству, до этого момента я думаю, что мы можем считать, что это правительство, ну, оно такое, да, больше его нет, чем оно есть. Да, вот что касается вообще ситуации вообще в правящей коалиции, есть ли какие-то другие варианты? Время от времени возникают какие-то спекуляции, что вот заменят одних на зеленых крестьян, которые вроде бы уже на подходе, притом разные варианты, там, вместо КПВЛВ, вместо новых консерваторов даже. Вы вообще верите в такие сценарии? Ну, до выборов я понимаю, что еще полтора года, всякое может быть, но все-таки. Конечно, не могут быть, но тут было бы важно, что и сами зеленые крестьяне были бы более сильные. Они все-таки тоже такая, ну, нельзя сказать, что они имеют очень сильные внутренние позиции, и потому им трудно побороться за место, за столом коалиции. Но тут еще есть второй фактор, насколько они будут жесткие между собой в переговорах. Быстрее всего КПВ никуда не пропадет, потому что всегда такие заплатки, они самые долговечные в коалициях. Но новая консервативная партия, конечно, это зависит от их амбиции, от их агрессии. Очень реально, что они могут и вылететь из коалиции, потому что, ну, если мы смотрим их рейтинги, и тоже, ну, не скажем, чтобы очень высокие, и я думаю, это все не идет им на руку, потому что они считают, что они незаменимы. Но по рейтингам мы видим, что они даже очень заменимы. Общество, я думаю, особо не прореагирует, если их заменят на зеленых крестьян. Я думаю, тут больше страх, что они будут просто, будучи в оппозиции, очень громко орать и себя вести, как оппозиционеры, слишком агрессивно, и это может, конечно, повлиять на выборы. И я думаю, ну, следующее, и результат следующих выборов. И в этой ситуации, я думаю, что коалиционные партии, как остальные, они не заинтересованы ничего делать, чтобы их укреплять. Им выгодно, что они сидят в коалиции и теряют рейтинг. Да. Вот могут ли как-то выборы в самоуправлении, до них остается всего ничего, три недели, даже меньше, 5 июня, как-то вообще повлиять на расклад политических сил в коалиции? Или это достаточно такой мелкий вопрос в нынешнее время? Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Никогда это не влияло, и в этом случае это тоже не будет влиять. Это будет больше, опять же, давление на нервы. Партии, потому что результаты выборов будут влиять на то, как легко или трудно им будет делать предвыборную кампанию на следующие выборы в парламент. И быть ее у власти в таких больших самоуправлениях, это, конечно, облегчает эту задачу. С этой точки зрения это очень важно, но так не будет, что вот посмотрят, вот проценты такие, у того больше самоуправления или у другого из-за этого начнется передряга в правительство. Нет, я думаю, что нет. Да, может быть, что касается еще вот все-таки работы самого правительства, как вам кажется, все-таки, не знаю, за последние недели или месяцы правительство с точки зрения вот этой, не знаю, борьбы с пандемией как-то вот выправило свою деятельность? Потому что вроде бы сейчас решения принимаются, ну, более логичные, чем, как мы помним, еще несколько месяцев тому назад. Знаете как, решения, может быть, не все, которые правительство принимало, не все такие плохие, но тот процесс и дискуссия, которые перед этим происходят, это, конечно, убивает самое лучшее решение. Так как вы очень правильно подметили вот про этот D++ вариант, о котором говорит Павлюц, но это показывает, вот они принимают правильное решение, но перед этим они стараются, ну, так ли, напугать, или, ну, я не знаю, повысить напряжение в обществе, что, конечно, влияет очень-очень плохо. И я скажу, это огромная проблема этого правительства. Да, мы понимаем, что святое место пусто не бывает, и чем слабее, я не знаю, там, партии правящей коалиции, тем, наверное, активе более, больше шансов появляется, не знаю, оппозиции, особенно у новых политических сил. Ну, на подходе, как мы знаем, ну, уже партия Гобзенса сформирована, закон и порядок, ликум сумка артыба, есть еще, я так понимаю, и Вячеслав Домбровский, который тоже собирается осенью что-то создать, Швессер заявил о создании собственной партии, может быть, еще кто-то появится. Вот эти новые, условно, новые игроки могут как-то вот повлиять на расклад политических сил? После выборов, разумеется. Ну, на следующие выборы, да, конечно, потому что, смотря на рейтинговую таблицу, мы видим, насколько все слабы, ну, и все нынешние партии, все сконцентрировались вокруг 5-процентного барьера, там, плюс-минус несколько процентов. И в том числе согласие, которое растеряло свое лидерство, у них всегда нормальный рейтинг, такой 20%, сейчас 12%, это тоже выглядит как политическая авария. И в этом случае, конечно, это дает намного больше шансов новым партиям, потому что старые партии высвободили, как бы, место, высвободили свой электорат, за который можно побороться. Да, вот вы упомянули согласие. С одной стороны, это в какой-то степени тоже феномен, можно это, наверное, признать, все-таки в течение целого ряда лет вот согласие все-таки удерживает эту первую строчку, но, действительно, если мы видим эти проценты, они так драматически снизились. Да, одно время даже было не 12, а 9, если мне память не изменяет, или 8,8, ну, такого действительно не было за последние 5 лет. Что происходит? Ведь казалось бы, что у ля встал очень опытный политик Янис Урбанович, который сначала действительно был полной решимости вывести вот согласие из крутого пике, и мне даже казалось, что ему это удается. Ну, вот я думаю, вот эта опытность, это, конечно, хорошее, политический опыт он нужен, но им нужны новые лица, а они выглядят, как усталый солдат, который еще хорошо потрепан, то, что происходило в Рижской Думе, это потрепало их очень сильно и повлияло вот на их рейтинги, очень сильно растеряли половину, и разочарование их избирателя может привести к тому, что он просто не будет приходить на выборы, как он уже не пришел в большой мере на выборы кублическое самоуправление, просто не пришел. Я думаю, в этом случае их проблема это новые лица, новые лидеры, новое дыхание. Партии должны все время обновляться, все время обновляться, и они не обновлялись с того момента, как появился Уршаков. У них обновлений не происходило, все те же лица, и я думаю, что это не только вопрос, насколько неудачно действует как партия, но вопрос того, что люди привыкли к изменениям, людям нравятся новые лица, изменения, зачем они могут следить, им скучно становится с теми же лидерами уже на протяжении 10-12 лет. Кто-то даже, ну я понимаю, что это из серии разные такие есть теории, кто-то даже сказал, что чуть ли не согласие специально, если такое слово здесь можно употребить, проиграло эти выборы в Рижской думе, и чтобы чуть-чуть посидеть в оппозиции вот эти 4,5 года, посмотреть, чем это дело закончится, и вот сейчас кто-то говорит, вот видите, вот новая власть в Рижской думе, ну и что она сделала? Ну, я не согласен. Теория говорит о том, что никто сам власть не отдает. Я думаю, что в реальности согласие не верило лояльности своего избирателя, и честно говоря, видя результаты этих выборов, при том, насколько они слабо организовывали свою предвыборную кампанию, и реально себя вот показали, так, как вы говорите, вот, чтобы мы не хотим ничего, и мы тут только так, постоим с краешка. Но они достаточно много голосов собрали на своем старом бренде. Я думаю, если бы они больше напряглись бы, поработали, лучше продумали предвыборную кампанию, и, может быть, со списком поработали, я думаю, они бы могли быть нам больше представлены в Лидической Думе, и серьезно побороться, может быть, за руль мэра. Да, ну, сейчас это маловероятно, мне кажется, такое ощущение. Ну, сейчас это все. Да. Сейчас это все. Да, вот интересно, может, мне кажется, что в октябре следующего года сложится такая редкая за последние годы картина, когда за голоса, ну, скажем, не латышского электората, или русскоязычного, будет такая большая борьба. Я насчитал, если мне там 6-7 партий, да, вот, Согласие, Русский Союз, и ШСС, и Домбровский, и АТС-ТБПА, и Прогрессивные, да, может быть, еще кого-то я не упомянул, да, но вот, так что будет интересно на этом фланге тоже. В Обземс тоже. В Обземс, конечно, да, 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 да. Да, 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 то есть, в принципе, будет интересно, да. Ну, это, я думаю, хорошо, потому что, почему обделить эту часть латвийцев и им предлагать все время одно и то же. Я думаю, что это нормально, что в этом сегменте тоже есть нормальная конкуренция, как и во втором сегменте латышескоговорящих. Я думаю, это только идет на благо развития демократии. Да, вот, тоже такой интересный, мне кажется, феномен новая консервативная партия, которая, вроде, должна иметь большое влияние в правительстве, но вот рейтинг ее там 3,9, и это уже который месяц такая тенденция. Ведь что-то нужно предпринимать. Я понимаю, сейчас какие-то в последнее время наметились какие-то такие тенденции, там, новые консерваторы пытаются чуть ли не роль внутренней оппозиции играть, но вот они ведь должны понимать, что они могут вообще не попасть в следующий парламент. Я думаю, что это, конечно, им давит на нервы, потому они так агрессивно борются за места в правительстве, я думаю, что эти рейтинги мы еще все не видим, но я думаю, что там то, что сейчас на неформальном фронте, там уже, я думаю, достаточно накаленная ситуация, и это неизбежно будет видно более в публичном пространстве, но я думаю, что они очень серьезно думают, что делать и как вести себя, чтобы возродить доверие своих избирателей. Да, ну посмотрим, как это дальше будет происходить, может быть, еще несколько слов о Оле Президента, вот там тоже одно время вообще его не было не видно, не слышно, казалось бы, в пандемию он должен как-то активизироваться, потом отдельные заявления он делал и касаемо пандемии, касаемо укрепления госязыка, ну вот, что происходит? Это вина его самого или его команды? Почему он, не знаю, не стал лидером, как он обещал, лидером нации или хотя бы во время пандемии как-то попытался мобилизовать общество? Ну, мне так трудно сказать, почему, что с ним случилось, но он таким лидером и общенародным президентом было ясно, что он не будет, но то, что удивляет, это его оторванность от как бы текущей повестки дня общества и государства. Это, конечно, удивляет, и я думаю, я не единственный, кого это удивляет, и видно, что общество тоже не очень позитивно реагирует, если, может быть, вы следите и видели рейтинг президента, это не часто, когда в Латвии президент в негативных цифрах, потому что чаще всего президенты из-за своего статуса, они достаточно позитивно оценены и всегда имеют плюсовые рейтинги, но в случае с господином Левитцем, он такой тоже особенный, это не единственный раз, но это все-таки особенный случай, за которым интересно последить, как это будет дальше развиваться. Да, я так понимаю, что рейтинг негативный последние четыре месяца вот уже, то есть это такая уже тенденция, это не пост, какая-то случайность. С нового года, да, с нового года, и четыре месяца это уже не случайность, это может быть, даже если можно списать, что там что-то рейтинговое агентство, что-то не то, точно, минус 12 это минус 12, но даже если это минус 12, а минус 3, это все равно это минус, и это для президента очень низкий рейтинг. Не знаю, как бы, видя, кто делал эти рейтинги, я не готов согласиться на то, что там настолько не точные цифры, это очень неблагоприятная тенденция. Вот вы даже упомянули в самом начале, что возможно встанет вопрос вообще о смене премьера, но это значит ли это, что все равно новый единственный попытается этот пост за собой сохранить, или в случае такого тотального передела новому единству, у которого реально 8 голосов плюс еще Чакша присоединилось, условно говоря, 9, но не удастся сохранить премьерский пост? по логике кому-то другому должны дать, но тут надо понимать, что выдвигает кандидата премьеры президент, и надо напомнить, что господина Каренша выдвигал нет президента, предыдущий, и с этой точки зрения очень важно понимать, что мы еще не знаем ту логику, как действует президент, и там может и по-разному быть, он может просто расценивать личности, личности политиков, потому что не только просто какой-то принцип, что вот было новое единство, надо дать кому-то другому, ну, чтобы не было все как бы игра на одну партию, не самую большую, скажем так, ну, маленькую фракцию, но как это будет происходить, тут трудно предвидеть, но я бы сказал, что это, конечно, уменьшит шансы моментально иметь такие лидерские позиции единства. Ведь не нужно забывать, что скоро начнется обсуждение бюджета на следующий год, и там, я так понимаю, свести дебет с кредитом будет весьма сложно, с учетом того, что все-таки мы набрали большие долги медики требуют свое, я так понимаю, что будет очень сложный бюджет. Да, да, и это то, что сулит нам очень, очень, ну, такое политически неспокойное время осенью, потому что партии, они все, посмотрите на рейтинги, никто не хочет свои эти несколько процентов терять, потому что из-за, ну, бюджета, из-за каких-то компромиссов бюджетных, и это может привести к тому, что они будут больше думать о рейтингах, чем в стране. Вот я помню в свое время вы тоже сказали свое мнение, вот были разные подходы к тому, как людей, не знаю, призвать на вакцинацию, да, ну, кто-то говорил, что надо вот уже опробованные способы, взять лидеров мнений, там, не знаю, известных деятелей культуры, вот пускай они скажут, что вот мы укололись, ну, так я вульгаризирую, но в принципе, вот вы тоже идите, да, ну, мне кажется, что это не особо сработало, сейчас какие-то другие подходы есть, ну, какая-то активизация происходит, вот все-таки, или это в условиях тотального недоверия к власти сложно что-то придумать? Ну, во-первых, это да, тотальное недоверие к власти это одно, второе, это тотальное недоверие к тем людям, которые создают эти компании, такую бездарность, как вот это бюро, по вакцинации проявило. Да, это просто чудеса, да. Это, это еще, это надо еще поискать, я скажу так, тут надо смотреть с другой стороны, вопреки стараниям бюро и вопреки бездарным этим компаниям, люди идут вакцинироваться, и это уже хорошо, что люди идут вакцинироваться, несмотря на вот все эти старания этих деятелей, которые транжирят наши деньги налогоплательщики. Я уже молчу про переводы плаката бедного футболиста Горша, да, так сказать, это уже такое ощущение, что то ли кто-то против него именно ополчился, потому что каждый новый перевод, ты уже даже не знаешь плакать или смеяться, да, и я понимаю, если бы переводили на русский язык суахили, ну, может быть, не нашли бы переводчика, да, но все-таки не найти человека, которого в Латвии может адекватно перевести с латышского на русский, ну, я не знаю, не, ну, вот это и есть проблема, они настолько изоляционно работают, настолько не прислушиваются к тому, что происходит в обществе, это и есть вся проблема и этого правительства, и тех, которые занимаются этим процессом, они где-то находятся, ну, так, между Луной и Землей, но точно не на Земле, потому что вся эта бездарность из-за того, что ты не прислушаешься и не понимаешь, что происходит вокруг тебя. Может быть, такой последний вопрос, можно ли ожидать, что вот это решение, которое в какой-то степени было знаковое по поводу открытия террас, ведь на самом деле мы понимаем, что тут не только вопрос о террасах, да, это был такой вопрос, что вот даже правящие депутаты в Сейме больше не хотят быть машиной для голосования, понимая, что это путь в никуда для них самих. Я думаю, что да, я думаю, что да, потому что они все понимают, что вот то, как это правительство работает, это ненормально, и вот такое вмешательство парламента в решение правительства, особенно в таком вопросе, ну, не самый крупный вопрос, но это показывает то, насколько заострилась вот эта и воспалилась ситуация, даже по отношению к правительству, которое очень непопулярно в народе, но оказывается и непопулярно в парламенте. Да, ведь мы сейчас видим, что те же новые консерваторы, как сейчас пытаются перелопатить вот этот законопроект о борьбе с отмыванием средств, вот, добытых преступным путем, потому что уже мы так все зарегламентировали, что уже и латвийские предприниматели не могут счет в банке открыть. В латвийском, кстати говоря. Ну, конечно, это еще разрушает экономику, которая должна была бы работать, ну, чтобы заплатить все эти долги, которые набрало правительство, там нужно будет много денег, и тут нужна сильная экономика, и тут опять же, можно сказать, вопреки старания правительства, слава богу, у нас экспорт растет, несмотря на все старания убить экономику. Конечно. Спасибо большое, политолог Филипп Раев, у нас был на прямой связи, большое спасибо. Спасибо.